Всем привет! Меня зовут Макс, вы на канале Фрагрантиус. Сегодня у нас очередной выпуск нюхачества с блоттеров. Для тех, кто впервые на моем канале, так я называю серию экспресс-обзоров. Это когда я тестирую непосредственно ароматы, быстро, но не обязательно с блоттеров. Чаще я предпочитаю это делать с кожей, потому что это более достоверный, адекватный способ протестировать парфюм. В сегодняшнем обзоре будет три аромата. Это два парфюма от Кам де Гарсонс и один парфюм из серии Маори Коллекшн. Начну я с Кам де Гарсонс. Почему, собственно, я решил сделать обзор? Пришло мне уведомление о скидке, хорошей скидке, почти 50% на их парфюм Кам де Гарсонс 2 Мэн. И я решил воспользоваться возможностью и купить этот парфюм. Мне есть что рассказать об этом парфюме. Я его так хорошенечко распробовал, потестил. Бренд Кам де Гарсонс делают достаточно такие достойные, но не дешевые парфюмы. В категории, я бы это так обозначил, верхнего люкса. Так, в среднем у них линейка стоит в районе 10 тысяч, что по нынешним временам очень-очень немало. И, естественно, прежде чем расстаться с такой суммой, ждешь чего-то такого из ряда вон, ну, по крайней мере, нестандартного и интересного. Ну, парфюм этот на старте мне показался очень интересным. Я был уже, что называется, в секунде от того, чтобы его купить. Пирамида у этого парфюма следующая. Это ладан, это белый дым, это цветы шафрана, мускатный орех, кумкват, fresh, crinkly, mint. Я так понял, это вот размятые в руках листья мяты. Корни ветивера, красное дерево и кожа. И стоит такой вот, типа, слогана или краткого описания этого парфюма. Это a worker, a man who loves his work. То есть, рабочий мужчина, который любит свою работу. То есть, и парфюм для рабочих за 10 тысяч рублей, ну, который по скидке за 6 продается. Ну, хорошо, ладно, я надеюсь, что у нас есть такие рабочие, без скепсиса. Абсолютно нормально. Ну, теперь, собственно, про мои ощущения. Когда я его попробовал, первое и главное, что сразу ощущаешь, это смолистые деревяшки с дымком. Вот, не с дымом уже таким сгоревшего костра или угля, как, допустим, в интерлюде о Муажевском, да. А аромат разгорающейся печи, топленой хвойными дровами, вот, по моим ощущениям, это что-то вроде или сосны, или елки. То есть, смолистая древесина, которая только-только загорается. Такой приятный, натуральный, очень комфортный аромат. И к этому аромату подмешивается аромат ладана. Ну, ладан здесь не тяжелый, не готический, не церковный такой, а какой-то вот, скажем так, легко православный. То есть, изначально мне от этого парфюма, в буквальном смысле, пахнуло чем-то таким комфортным, исхонно русским, нашим таким. И я сразу вспомнил, был такой парфюм у Карнер Барселона, который называется Лукоморье. Не знаю, почему он так называется, потому что парфюм тут абсолютно на 90% про лемонграсс, который лично у меня ассоциируется с Юго-Восточка, и Таиланд, Камбоджа, вот эти супы с лемонграссом. А вот именно сюда бы вот это название подошло идеально. То есть, такое Пушкинское Лукоморье, лес и дол, виденье полное, о заре прихлынут волны. Абсолютно такой вот русский парфюм. Мне сразу представляется недавно срубленная такая церквушка сельская где-нибудь на окраине. То есть, свежий сруб, свежая ненамоленная церквушка, и в ней вот этот вот аромат ладана, что-то такое солнечное, комфортное, теплое, и церквушка, это, естественно, топится дровами. То есть, это вот разгорающиеся дрова в печи. То есть, абсолютно такие вот русские ассоциации с этим парфюмом. Все хорошо. Вот это такой вот красивый, интересный старт. Но, к сожалению, буквально вот через полчаса, через час парфюм этот усаживается совсем близко к коже. И остается один лишь ладан. Скучно как-то, скучновато. Хочется какой-то игры, каких-то метаморфоз. Но, к сожалению, остается ладан в единственном числе. И, конечно, это не та база, которую ждешь от парфюма за 10 тысяч рублей. Хотелось бы, конечно, чего-то поинтереснее, поувлекательнее, более не так прямолинейно. Но, к сожалению, увы, ах, заканчивается все вот ладаном и чуть-чуть деревяшками. Никакого кунквата я тут не услышал. Никаких, тем более, листьев мяты. Вот убейте меня, не слышу. То есть, ладан и деревяшки дымные. Причем эти деревяшки дымные, они к базе уже исчезают. И остается вот один ладан. Мне кажется, что подобный аромат в качестве универсального мужского парфюма на каждый день будет не очень уместен. Потому что ладан – это все-таки такая довольно-таки специфическая тема, специфический аромат, который нельзя назвать универсальным. В итоге я этот парфюм не купил. Ну, вот такие у меня впечатления об этом парфюме. Ну и, коль уж я зашел в корнер Камда Гарсонс, я не мог не попробовать новинку унисекс парфюм Руж. Что в переводе с французского означает «красный». И вот этот вот парфюм меня действительно немного удивил. Абсолютно что-то такое нетривиальное, интересное и необычное. Сказать, у меня этот парфюм моментально ассоциируется с чем-то красным, таким ярким, праздничным. Но при этом не вульгарным, не легкомысленным, а какой-то такой глубокий, красный, яркий цвет. Действительно, что-то тут есть такое. И мне было интересно узнать, в чем же, собственно, секрет. Как они смогли передать вот это вот настроение, вот этот вот цвет. Я зашел на сайт Камда Гарсонс, и вот они пишут. Наверху это розовый перец, индонезийский имбирь, свеженарезанная свекла, египетская герань, ладан, пачули и амбра, ну и ладаник. Это тоже такой кустарник. Кстати, кто бы мог подумать, что аромат свежей свеклы может быть так здорово использован в парфюмерии. Землистый, в то же время сладковатый. И я думаю, что как раз вот эта вот нота свеженарезанной свеклы, она и придает вот эти вот ассоциации с красным цветом. В пирамиде здесь также заявлен ладан, но ладан здесь абсолютно не так выражен, как вот в предыдущем парфюме. Здесь этот ладан, он приглушен и замиксован очень так аккуратно с вот этими нотами свеклы. Имбирь придает какую-то такую вот специфость, остринку, но он тоже здесь не выпираешь. По итогу мы имеем такой цельный, сбалансированный, абсолютно уникальный парфюм. Вот ничего подобного я не припоминаю. Цена у него тоже чуть больше 10 тысяч. Стоит ли он этих денег, не знаю, решайте сами. Но нетривиальное сочетание банальной, на первый взгляд, свеклы с ладаном, с имбирем. Оно мне показалось достаточно интересным. У этого парфюма нету ярко выраженной гендерной привязки. Вот я на себе его ощущаю прекрасно. И в то же время, мне кажется, женщинам он тоже подойдет. Со стойкостью и шлейфовостью у него очень все даже неплохо. По крайней мере, мне он показался гораздо более стойким и шлейфовым, чем вот первые парфюмы сегодняшнего обзора. Кам де Гарсон с Тумен. Некоторые любители парфюмерии, увидев в пирамиде ноту свеклы, сразу стали писать, что он пахнет борщом. Но хочу вас разочаровать. Вот в данном случае это сравнение, конечно, пошлое. И оно абсолютно не отражает действительность. То есть никаких нот борща там нету. В общем, вот такие у меня впечатления от этого парфюма. Рекомендую попробовать. Ну а покупать или не покупать, вы уж сами решайте. Ну и последний в сегодняшнем обзоре, это парфюм от Маури Коллекшн, который называется Life Circle. Вообще, вот эта серия Маури Коллекшн, она не так давно появилась в наших сетевых парфюмерных магазинах, в российских, меня она сразу привлекла необычным дизайном. Это такая претензия на нишу. Но, как оказалось, впоследствии, когда я уже посмотрел и потрогал парфюмы эти в магазине, оказалось, это среднего уровня люкс, который как бы прикинулся нишей. Это очень грамотный такой маркетинговый ход. И, кстати, бутылочки эти оказались алюминиевые. Не знаю почему, но у меня сразу сложилось ощущение такого фейка. То есть, алюминиевые бутылки, как из-под какого-то дезодоранта или инсектицида. Парфюмы этой серии стоят в среднем где-то от 6 тысяч за 100 миллилитров, что по нынешним временам немало. Конкретно вот этот вот парфюм Life Circle или Жизненный Цикл. Из этой серии мне понравился больше всех. Парфюмером являются всеми нами известный, любимый Павел Терентьев. Ну, точнее, Павло Теренце. Вы знаете все его парфюмы. Хорошо, но хочу сразу предупредить и, возможно, разочаровать по уровню. Это абсолютно не тот парфюм, который делает Павло Теренце в рамках своего бренда Тициана Теренце. Но вот этот именно парфюм Life Circle это типичный такой современный люксовый древесно-пряный мужской аромат. Это бергамот, древесные ноты, чуть-чуть ириса и чуть-чуть-чуть табака. Причем табак такой где-то там прям в глубине. То есть буквально на таком на подсознании его ощущаешь. В целом аромат довольно-таки приятный и универсальный, и очень политкорректный. То есть он звучит очень консервативно. Хорошо бы очень подошел, я думаю, в качестве повседневного для мужчин, для работы, для офиса просто идеально. По звучанию очень сильно мне напоминает Карвен Пуром, только не так много цитрусовых, не так много бергамота здесь. И наиболее близко, вот он мне напоминает, Корлов Пуром. Делал я обзор этого аромата, есть у меня на канале. Корлов мне все-таки побольше нравится, он мне кажется покрасивее. Если подводить итог, довольно универсальный мужской люкс, хотя в принципе на женщинах я бы тоже мог его видеть. То есть он абсолютно не брутальный, но в то же время очень такой консервативный, под деловой стиль, под костюм, мне кажется очень хорошо подойдет. Если и резюмировать, не ведитесь на маркетинг и не ждите от серии Маури Коллекшн нишевого звучания, несмотря на то, что сделал этот парфюмер, который активно работает в нишевом сегменте. То есть это люксовый аромат. Вот такое впечатление у меня об этом парфюме. Ну и как я и обещал, подвести итоги конкурса, который я проводил в канун 23 февраля. Победителем конкурса стал мой подписчик с ником Sam5968. Я с удовольствием отправляю ему парфюм Rossassi Fattan. Ну на этом все, дорогие друзья. Благодарю за внимание и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok